Всем привет, с вами Анирель, и сегодня я хотела бы поговорить о прокачке войск. Очень часто бывают ситуации, когда ваши персонажи буквально чуть-чуть не выживают, или чуть-чуть не добивают персонажей. И если вы уже проверили, и на них самый лучший возможный шмот, самый лучший класс открытый и взяты все нужные скиллы, то вполне себе стоит обратить лишний раз свое внимание на войска и проверить, не стоит ли вложить куда-нибудь еще хотя бы плюс один пунктик, потому что это может решить проблему между прохождением и непрохождением уровня. Сегодня я кратенько расскажу о том, на какие войска стоит обратить внимание прежде всего, и начну я, конечно же, с середины. Но самых важных, наверное, во всей игре войск это ангелы. Дорога до них достаточно длинная и муторная. Качать их еще безумно дорого. Но я настаиваю, что это самые лучшие войска в игре. Все статы плюс 30%, магия вас больше вообще не волнует. И если ангелы живы, выше 50% хитов, то атака и защита их увеличатся на 20%. Кофе в постель. Больше сказать нечего. Тот же самый Леон, например, несмотря на то, что он конница, ни с кем другим, в принципе, особенно не ходит. Шерри. Это ее лучшие войска. Мэтью тоже самое. Ангелина тоже самое. И даже Эмерик. Насчет магов я бы поспорила, но плюс-минус, возможно. В общем, не будьте как я. У меня в какой-то момент игры, я где-то отстала на месяц, наверное, по прогрессу. Именно из-за того, что у меня все еще не были открыты ангелы. А потом из-за того, что они не были прокачены. Первый приоритет. Что нас еще интересует в ветке флайеров? На этой странице нас еще могут интересовать гаргульи. Но не приоритетно, я бы сказала. Они отличные войска для Альты Муллера, Листел, Джаглера и, наверное, много еще кого, но не самые крутые. И если у вас сильно ограничены ресурсы, то есть вариант лучше вложиться, например, в вампир-мышей. Они дают примерно тот же самый прирост, но при этом еще позволяют вашему персонажу отхиливаться. Леон, я знаю, иногда пользуется ими, когда рядом нигде нет хила. А постоянный отхил ему нужен. Точно так же Альты Муллер и Листел могут использовать их в бою. Гаргулии в среднем немного лучше. Но, как я уже сказала, если ресурсов реально мало, то не стоит распыляться и лучше прокачать мышек. Еще из этой закладки нас интересуют Пегасики. И это чисто войска для Луны. Возможно, если вы вдруг пользуетесь Лансом и играете за Империю, может быть, они пригодятся еще и ему. Но, в принципе, если у вас есть Луна и вы качаете ее во Клетуна, то обратите внимание, это классный Пегас. Но они только для нее, конечно же. И еще есть вот такие вот замечательные Бегемоты, которые являются очень полезными войсками для Джаглера в его танковском спеке. И, возможно, ими может пользоваться Ангелина. Больше ничего особенно крутого в этой ветке нет. Разумеется, так как ветка флайеров в основном атакующая, то в первую очередь стоит максить плюс атаку, плюс процент атаки и тому подобные вещи. ХП тоже, конечно же. Далее, вторая по приоритетности, вторая по острой необходимости ветка, это Лансеры. Копейщики. И это, конечно же, Фаланга. На 10 уровне они дают плюс 30% всем статам и снижение физического урона на 30%. Это очень много и очень круто. И это подходит для любого танка. Ледина, Фрейи. Это подходит даже для Клоза, потому что она для того, чтобы хорошо хилить, ей надо прежде всего выжить, а она может воспользоваться Фалангой для этого. И Альтер Муллер, если вы вдруг захотите им танчить, я такое делаю не однажды, тоже прекрасно пользуется Фалангой. А, и Гринья, конечно же, тоже танк. Лучшие танковские войска. Тут больше сказать и нечего. Одно скажу точно, долгое время я не докачивала их с 9 до 10, потому что мне и так хватало. Остальные ветки здесь, эти в среднем не самые критичные. В последней ветке стоит прокачать плюс процент защиты. Давайте-ка это сделаем на самом деле. Как можно выше и хитпоинты. Атака копейщиков очень низкая, и поэтому особо не стоит на ней заострять внимание. В этой закладке у нас из интересного есть Лава Титаны, который, насколько я знаю, неплохо умеет применять Бернхард в некоторых своих билдах. И у нас также есть Стоун Колоссы, которые являются единственным возможным юнитом-копейщиком для Джаглера. Так как Джаглер у нас часто танкует, ему могут быть нужны юниты-копейщики для того, чтобы противостоять Коннице. И именно в этом случае пригождаются Стоун Колоссы. Но в среднем вообще для новичков Джаглер не самый приоритетный персонаж, потому что для своего использования на полную мощность, я бы сказала, он требует четыре руны. А мало кто может позволить себе такую роскошь на низких уровнях. Далее. Мечники. Тут, конечно, нельзя не вспомнить нашего любимого Элвина и, в первую очередь, его замечательных маск-мейдс. До тех пор, пока вы не прокачаете их хотя бы на восьмой, а лучше девятый, а лучше десятый уровень, пользоваться ими на самом деле не стоит. А, и еще, если вы не прокачаете Элвина хотя бы до пяти звезд, то пользоваться ими реально не стоит. Потому что они будут его бить, а гарантии того, что он отлечится, не будет. Еще хотел бы заметить, что я иногда пользуюсь маск-мейдсами для Ледина, в случае, когда он противостоит большому количеству мечников или даже лансеров. Короче, когда конницы на поле нет, а вот мечники есть, самое то их взять. В этой закладке больше никого интересного нет. Есть еще тяжелая пехота. Это, в принципе, полезные парни. Если у вас не прокачаны маск-мейды или ваши персонажи недостаточно живучи, то они вполне себе рабочие лошадки. Под атакой защита увеличивается на 24%, и это всего лишь на восьмом уровне. Я так полагаю, будет 30% на десятом. Я их использовала, например, на Левине, при прохождении Валькирии, потому что под маск-мейдсами он не выживал. Они нормально работают на Элвине, пока вы не прокачали все тех же мейдов. Ну и в среднем они очень классные. Могут также, если вы не вкладывали руну в Клоэдзе, как я это не делаю, например, пригодится также они. И еще в этой ветке есть замечательные темные стражники, которые очень часто используются Бёрнхартом и Леонхартом, потому что они наносят фиксированный урон. И это отлично симмергирует что с билдом одного, что с билдом другого. Они оба построены на фиксированном уроне. Так как Бёрнхарта у меня нет, а Леонхарта я не качаю, поэтому они у меня не особо прокачаны. Но они на самом деле неплохие. И циклопы, я знаю, достаточно часто используются. Например, Варгасом, потому что Варгас максимально уязвим к мечникам, так как он копейщик, и все его юниты копейщики. А циклопы могут ему помочь избавиться от этой уязвимости. И Грине точно так же. Дальше, абсолютно не по порядку, идем в Святую Ветку. И демонскую заодно. На первой странице нас могут заинтересовать, во-первых, зилоты. Как я уже говорила, это были критично важные юниты для Крис при моем прохождении с Цилы 65 уровня. Также, в принципе, Ледин может ими пользоваться, если у него не открыта фаланга. Но если у вас открыта фаланга, даже не смотрите в их сторону. Фаланга строго лучше. Бишопы. Это отличные юниты для всех хиллеров. Если вам нужен чуть-чуть, немножко больше дополнительного хила, вам сюда. И Холли Найты, это практически эксклюзивные войска для Тиарис. Сюда можно даже не смотреть, это только для Тиарис. Ну ладно, может быть, еще для Эмельды, если вам очень сильно захотелось вложить в нее руны и сделать из нее хиллера для фракции Империи. Тоже дает плюс хилл. В этой закладке из интересного есть лучники, которые сами себя воскрешают, если их ХП равно нулю. И это отлично синергирует с обилкой Зереды убить собственные войска. Поэтому, если Зереда ходит с этой обилкой, то, скорее всего, она ходит с этими лучниками. Также они... Иногда я видела используются с Эгбертом, потому что они наносят фиксированный урон после боя. И Эгберт тоже наносит фиксированный урон после боя. Экзорцистов я когда-то использовала на Ледине, пока у меня не было фаланги. Тоже как опция. Но нет особого смысла сильно вкладываться. О, это прекрасная закладка. Это... Все для магов называется. Первый приоритет. Сорочки. Прекрасные волшебницы. Для Ланы. Бозеля. Для... Ну, считайте, для всех магов. Рейчел может их использовать. Лифани может их использовать. Джессика, понятно. Иногда я даже видела, что Тиарис их использует. Видимо, для того, чтобы увеличить себе мдев. Или для того, чтобы быть немножко боевым хиллером. Визарды. Это бюджетный вариант для тех, у кого нет доступа к соркам. А именно Хайн. И Мельда. И Шелфанель. К моему величайшему сожалению, у Шелфанель нет доступа к соркам. Поэтому, собственно, сорки у меня вкачаны на максимум, а эти второстепенные пока еще нет. Шрайн Мейдены. Самые лучшие войска для хиллеров. Потому что на 10 уровне физический урон уменьшается на 75%, если ваш хиллер находится на 100% ХП. То есть, его практически нельзя ваншотнуть. Что бывает максимально полезно в ПВП. И именно поэтому я сейчас приоритизирую именно их прокачку. Немножко осталось. Прекрасно подходят для Лианы, для Софии, для Хайны и для Шелфанель. Я бы их не использовала, разве что в очень странных ситуациях, где им надо выжить под вражеским АОЕ, например. Не знаю. Ну, так. Еще есть лучники. Здесь из интересного. Во-первых, летающие лучники, которые дают возможность летать вашим войскам. Интересная вещь для Шелфанель, чтобы она пролетала над горами. Для Рэйчел тоже. Но Рэйчел может использовать 40, поэтому я бы ей не стала их давать. Вот Шелфанель можно. Рёги для того, чтобы он мог атаковать радиусы 2 за копейщика. Это бывает нужно на Валькирии 65 уровне. Стайперы. Используется для второго билда Зереды, где она не убивает свои войска, а бьет под фракционным бафом. Тоже не самый плохой билд. Я им сейчас пользуюсь, потому что у меня такая Зереда, недоодетая. И в среднем, наверное, это всё. Вообще, в принципе, хорошие войска для лучников. Если у вас есть какие-то другие лучники, типа Сигма, например, то вполне всё подойдёт. Катапульта, я бы не сказала, что очень хорошие войска. Они уменьшают урон, но дают плюс радиус. И вот это вот уменьшение урона прям очень сильно неприятное. Ими может пользоваться Зереда в странном билде с Улерлуком, который тоже даёт плюс радиус ей и войскам. Но я бы предпочла для Зереда другие билды, честно скажу. Лучниковская ветка. Здесь есть двое войск. Это, во-первых, демон-хантеры. Основные войска для лучников. Например, Луны в её спеке лучника. Или Нарм тоже в её спеке лучника. Но это, собственно, лучшие их войска. Ещё есть второй вариант, достаточно интересный. Большой шанс снизить весь входящий урон на 50%. Когда вас атакуют. Именно с этими войсками я проходила Левиара. Когда Левиара 55 и 60 уровня. И я заставляла Луну танковать Левиара вот с этими войсками. Если у вас почему-то по какой-то причине Лана не может танковать, она слишком слабенькая. Худенькая, тоненькая. Можно попробовать Луну с этими войсками, снижая входящий урон на 50%. Как опция. И последняя закладка. Возможно, я чего-то не понимаю в этой жизни, но она мне абсолютно не нравится. Я здесь практически никого не качала. Собственно, туши неинтересная закладка. И последнее. Наименее прокачиваемое, наименее используемое. Я бы сказала так. Так, если вы не вкачиваете по каким-либо странным причинам Летицию. Либо Дайхарта. Либо, может быть, Ланфорда. Не знаю даже. Ланфорда вряд ли. Ланфорда. То можно про эту ветку вообще забыть. Напрочь. И не вспоминать. Если у вас есть такие герои, как Ландиус. Или вот Летиция. То эта ветка вам резко понадобится. Потому что Ландиус пользуется вот такими войсками для танкинга. Для снижения всего урона на 33%. Собственно, главная причина, по которой я вообще откопала эту ветку. И начала в ней что-то качать. И главная причина, по которой она у меня практически совсем не прокачена. Те же, например, Холли и Маги у меня 18 уровня. А Кавалерия 15. И, собственно, на самом деле это все. Что я хотела сказать по войскам. Качайте ангелов. Проходите контент. Всем удачи. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...